Всем привет! Сегодня у нас очень интересное видео, по крайней мере для меня. Я буду составлять свою личную акварельную палитру из тех цветов в тюбиках, которые у меня есть. Если вам интересно, я думаю, это будет видео долгое, уютное, размеренное, то запасайтесь вкусняшками, наливайте чай, кофе, ставьте лайк авансом и поехали! В общем, как это видео вообще родилось? Это видео родилось из того, что у меня накопилось достаточное количество акварельных красок в тюбиках, и мне стало неудобно постоянно при каждом рисунке лазить в коробку с тюбиками, доставать, выдавливать и так далее. Поэтому я наконец-то решилась купить себе хорошую акварельную палитру, выдавить туда свои самые любимые цвета и пользоваться ими как будто покупным набором, то есть никуда дополнительно больше не обращаться. Если кому интересно, палитра у меня в данном случае от Малевич, вот такая вот. Я, как видите, честно купила ее на Вайлдберрисе, мне ее никто не присылал. Она рассчитана на 18 цветов плюс зоны для смешивания, и она просто невероятно красивого синего цвета, перламутрового, это просто в самое сердце. Надеюсь, что помимо красоты она будет еще и очень удобной. Нам обещают, что она герметичная и что краски в ней даже не будут высыхать. Сейчас мы с вами будем выбирать из моего богатства тюбиков мои самые любимые цвета. На самом деле 18 это не так уж и много, и выбрать только 18 для меня сложновато. Но я надеюсь, все получится. Давайте начнем. Мне еще будет помогать мой технический блокнот со всеми выкрасками. Если я что-то забуду, как выглядит какой-то цвет, то буду обращаться сюда, если у меня будут проблемы с выбором. Начинаем мы с желтых оттенков. И дело в том, что желтый это мой самый нелюбимый цвет. Сейчас не обижайтесь, пожалуйста, на меня, те, кто любит желтый цвет. Я желтый цвет не люблю, я его стараюсь использовать по минимуму. Поэтому и в палитре у меня его будет немного. Обычно нужно брать один и тот же цвет в холодной и теплой вариации. Но желтый я возьму только один, потому что не хочу занимать двумя желтыми лишнюю ячейку. И тот желтый, который я хочу выбрать, это Ван Гог Трансперент Йеллоу Медиум. Этот желтый как раз таки хорош тем, что он именно средний. То есть он и не очень холодный, и не очень теплый. Как это приятно, выдавливать эти цвета в новую свежую палитру, абсолютно еще не испорченную. По-моему, просто потрясающий желтый, насыщенный оттенок. Давайте пойдем дальше. Следующим будет пироль оранжевый от Ван Гог. Ван Гог это моя самая любимая акварель, так что давайте сразу поймем, что ее здесь будет большинство. Так вот, следующий цвет это пироль оранжевый от Ван Гог. Его, кстати, не было в обзоре, когда я делала обзор на акварель Ван Гог. Я вот его недавно приобрела, только повыкрашивала, не успела им попользоваться, но он уже завоевал мое сердце, потому что это нереальный оранжевый цвет с розовым подтоном. Это очень красиво. Следующий цвет снова из линейки Ван Гог. Это цвет, без которого я просто не я. Те, кто подписаны на мой канал давно, уже прекрасно знают, о чем я говорю. Это, конечно же, неаполитанский желто-красный. Мой самый любимый цвет акварели Ван Гог. И уже дело даже не в том, что я смешиваю на нем оттенки кожи, как я делала это раньше, а просто в том, что на нем можно получать очень много разных потрясающих замесов, пастельных, невероятных цветов. Следующий цвет снова предсказуемо Ван Гог. Не бойтесь, здесь будут не только цвета Ван Гог, но, тем не менее, пока что снова Ван Гог. И это перманент ред дип. Это невероятный красный цвет, я его просто обожаю. Это лучший теплый красный, который я когда-либо пробовала. Он прозрачный и при этом очень глубокий, очень красивый красный цвет, такой кроваво-красный, теплый. Ладно, давайте уже мы от Ван Гог немножко отдохнем, ну или, я не знаю, чтобы не было такой предсказуемости больше. Дальше нужен холодный красный оттенок. Мой самый любимый холодный красный это Белые ночи красный хинокридон. Как вы видите, это абсолютно свежий новенький тюбик, потому что раньше я пользовалась им только в кювете, и когда я захотела составить палитру уже наконец-то себе, свою собственную, я приобрела специально для нее этот цвет. Для меня это потрясающий холодный красный, мне кажется, это мой самый любимый цвет из Белых ночей, в принципе. Он такой, какой-то жвачный розовый, жвачный розово-красный. Сейчас вообще мы переходим к красно-фиолетовым, фиолетовым и синим. Это моя самая любимая палитра. Глубокие красные и глубокие синие и фиолетовые. Это мои самые любимые цвета. Сейчас у меня довольно сложный выбор. Я выбираю между бордо от Пинакс и бензимидозалоном фиолетовым от Рембрандт. Они оба достаточно такие глубокие винные бордовые оттенки. Бордо от Пинакс я знаю, я им пользовалась, я знала, чего от него ожидать. На другой стороне бензимидозалон фиолетовый от Рембрандт, который очень дорогой, если его покупать. И мне немножко жалко его тратить, но, наверное, я выберу его, потому что мне больше нравится его оттенок, мне больше нравится его глубина цвета. Я после обзора на Рембрандт, если честно, к ним не прикасалась, просто потому что мне их ужасно жалко. Цена этих красок продолжает на меня давить. Давайте с этим бороться, и давайте возьмем бензимидозалон фиолетовый от Рембрандт. Дальше мы переходим к фиолетовым оттенкам, и здесь я не могу просто отказать себе в удовольствии использовать кобальт фиолетовый от Пинакс. В обзоре я очень скептически отнеслась к этому цвету, потому что я не верю, что натуральный фиолетовый кобальт может так насыщенно выглядеть. Но на самом деле, пускай, даже если он не натуральный, даже если Пинакс нас обманывают, и в состав входит не тот пигмент, который указан, это невероятно красивый цвет, который мне очень нравится. Можете видеть, кстати, что некоторые цвета прямо-таки растеклись по ячейке, а некоторые остаются тем червячком, которым они вышли из тюбика. Но это нормально, акварель разных фирм, и она ведет себя по-разному из тюбиков. Что-то у меня, кстати, многовато свободных ячеек, я думала, что я более безумно и в разнос прямо-таки уйду. Следующим, конечно же, будет мой самый обожаемый цвет ультрамарин. У меня есть отдельное видео про этот цвет, я буду очень рада, если вы его посмотрите, потому что я действительно старалась, а внимание, это видео получило не так много. Ну и, естественно, ультрамарин будет от Ван Гог. Обожаю этот цвет, пользовалась им очень много, он потрясающий в смесях. Конечно, мне еще нравится ультрамарин темный от Белых ночей, но у меня просто нет его в тюбике, и приобретать я его не буду, потому что у меня есть ультрамарин от Ван Гог. В целом, они достаточно неплохо друг друга заменяют. Далее, еще один красивый синий цвет, это будет Индонтрен от Рембрандт. Мне очень нравится синий индонтреновый, но я им редко пользуюсь. Здесь у меня будет повод пользоваться синим индонтреном почаще. Просто невероятной глубины и красоты цвет. Дальше моя любовь бесконечная, это Цирулиум. Я обожаю Цирулиум от Белых ночей, но, как вы видите, он у меня заканчивается. Поэтому я возьму пока что Цирулиум от Рембрандт. Он ничем не хуже, он даже немножко понасыщеннее. Но я боюсь, что когда Цирулиум от Рембрандт у меня закончится, я вернусь на Белые ночи. Просто потому, что не вижу смысла тратить огромное количество денег на Рембрандт, если и Белые ночи тоже неплохи. Ну и остался нам Холодный синий. Здесь я мечусь между Пруской от Пинакс и Фтала от Ван Гог. И, скорее всего, я все-таки выберу Фтала от Ван Гог, потому что Глубокий синий у меня уже есть в палитре. Это Индонтрен. И если я захочу получить Глубокий холодный синий, то я просто смешаю его с Фтала. Просто посмотрите, какой насыщенный синий цвет. Очень красивый. Далее нужно переходить к зеленым. И здесь, на самом деле, у меня тоже очень мало фаворитов, потому что я не фанат зеленых оттенков и крайне редко пользуюсь ими в чистом виде. Но я, наверное, все-таки выберу три зеленых оттенка, которые я бы хотела добавить в свою палитру. И первым будет бирюзовый от Ван Гог. Тюркёс Блю, то есть бирюзовый-голубой. Как вы можете видеть, этот цвет довольно похож на синий Фтала, но он все-таки уже в зеленую сторону. И он очень красивый и звонкий, по крайней мере, вживую. Надеюсь, на камере это тоже видно. Далее уже более такой обычный зеленый. Это будет зеленый Кобальт от Пинакс. Опять же, как бы я скептически не относилась к Кобальтам от Пинакс, я не могу отрицать того, что они очень красивые. И это такой прям очень средний зеленый. То есть его можно и в теплую сторону увести с помощью желтого, и в холодную сторону, и в землистую сторону. В любую сторону его можно увести. Вот. Это, так скажем, зеленый нейтральный тинт. Ну, лично для меня. И последний зеленый, который я добавлю в свою палитру, это будет Ван Гог Азаметин зелено-желтый. Я очень люблю этот цвет за его звонкость, и за то, что его можно добавлять в разные смеси, и он там потрясающе себя ведет. Добавляет такой зелено-золотистый оттенок, и при этом делает цвет очень звонким в размытии. Цвет получается такой вибрирующий, не знаю, как еще это описать. Так, у нас осталось с вами 4 ячейки, и я думаю, что еще мне добавить в мою палитру. На самом деле, можно добавить какой-нибудь коричневый и какой-нибудь нейтральный цвет. Добавлю в палитру хинокридон оранжевый от Рембрандт. Нереально красивый цвет, но он опасный. Я не знаю, как это еще понимать. Я пока не очень умею им пользоваться, так что я налью его в палитру совсем чуть-чуть, и буду учиться им пользоваться, скажем так. Вот правда смотрю, и больше, наверное, ничего добавлять даже не хочется. Последний цвет, который я бы хотела добавить, это будет серая Дэвиса от Ван Гог. Мне нравится нейтральность этого цвета. Да, он зеленоватый, но этот цвет мне нравится больше, чем нейтральный тинт. Нейтральным тинтом я вообще не пользовалась в замесах, а вот серая Дэвиса достаточно интересный цвет. Что ж, вот такая вот палитра у меня получилась. Как видите, я даже не заполнила все ячейки, но я очень довольна тем, что у меня получилось. Можете обратить внимание на выкраску. Очень симпатично по парам распределились цвета, верхний и нижний. По-моему, очень красивые сочетания, особенно вот это и вот это сочетание. В общем, я в восторге от своей палитры получившейся. Попробую порисовать этим, и уже дам вам свое окончательное мнение. Итак, к моим закадровым впечатлениям от работы с моей новой прекрасной палитрой. Во-первых, сама палитра, сам кейс, очень-очень качественный. Между съемками первой части и спидпейнта прошли сутки, и когда я приступила к рисованию и открыла свои краски, они действительно были все еще влажными, они не высохли. Палитра очень герметичная и хорошо держит влагу. А это значит, что ее можно использовать не только для акварели, но и, например, для гуаши или акрила, что, мне кажется, очень круто для любителей таких красок. Если вы готовы выложить практически тысячу рублей за палитру, чтобы у вас краски в ней не высыхали, то тогда это очень круто, и это очень хороший инструмент. Если что, опять же, не реклама, палитру я покупала за свои деньги, отслеживала ее на Wildberries и ждала скидки и дождалась, наконец-то. Теперь про мои впечатления именно от цветов, которые я собрала. А впечатления у меня просто нереальные, потому что это очень круто ощущать, что вся твоя палитра, весь твой арсенал оттенков, каждый цвет ты обожаешь, каждый цвет здесь не просто так, каждый цвет ты любишь, и у каждого есть своя история. С каждым из этих цветов я уже успела поработать, ну, кроме парочки, да? С всеми остальными оттенками я уже работала, я примерно знала, как они сочетаются между собой, я примерно знала все эти сочетания и как краски будут смешиваться между собой, но теперь, когда я составила уже четкую палитру, я начала рисовать вот этот скетч, не сделав ни одной предварительной выкраски и никаких проб замесов. Я просто взяла свои любимые цвета и мне так было приятно ими работать, это было так классно, когда ты знаешь, какой цвет получится в итоге. Я уже на интуитивном уровне знала, как мне смешивать краски, чтобы получать нужные оттенки. Это потрясающие ощущения. Несмотря на то, что этими красками я вроде бы до этого работала, у меня эмоции были, как от испытаний какого-то нового акварельного набора, как будто бы вот я только купила краски и пробую их, но при этом я прекрасно знаю, как ими работать, и ни один цвет здесь не лишний. Ни один набор не принесет вам вот этого ощущения, потому что какой бы крутой и офигенный, дорогой набор акварели вы бы не купили, все равно там будут цвета, которые вам нравятся больше, и цвета, к которым вы никогда не притронетесь. А здесь я знаю каждый цвет, и каждый цвет в этой палитре не случайно. Работа с этой палитрой и вообще наличие ее у меня ощущается как какой-то логичный финал большого пути моих поисков в акварели, моих проб различных брендов, моих проб различных цветов, поисков тех оттенков, которые мне нравятся. И мне действительно нравится каждый цвет в этой палитре. Я уже одну и ту же мысль несколько раз сказала разными словами, просто это правда очень крутые эмоции, когда ты сам создал для себя новый рабочий инструмент, вот так скажем. Я сама долгое время искала, подбирала любимые цвета, и теперь объединила их в одну крутую, свою индивидуальную палитру. Надеюсь, что каждый из вас испытает подобные эмоции. Чтобы их испытать, не обязательно покупать кейс для акварели за 1000 рублей. Можно просто подбирать свои любимые оттенки и как-то их комбинировать, нащупывать именно свою индивидуальную палитру. Я не говорю, что это идеальная палитра, лучшая палитра для акварели ever. Это лучшая палитра для акварели лично для меня. И я не говорю, что она понравится точно так же вам. Вы можете для себя почерпнуть какие-то оттенки из моего видео, вы можете какие-то выбрать, какие-то вам, может быть, совсем не понравятся, и вы не понимаете, почему я добавила это в свою палитру, вот этот красный или какой-то синий, который вам не понравился. Но для меня каждый из этих цветов прекрасен. Единственное, что хочу сказать, что, наверное, такой опыт подбора своей индивидуальной палитры, он не для новичков, потому что это действительно было долгое время, когда я пробовала разные бренды, экспериментировала, выбирала цвета и так далее. Для новичков, наверное, все же будет лучше купить сначала набор, а уже потом, если вам понравится техника акварельная, то докупать какие-то цвета, искать какие-то цвета, которые вам понравятся, и добавлять их в свою палитру. Я, конечно, надеюсь, что это и не завершение моего пути в изучении акварельного мира. Это просто такая очень хорошая и приятная остановка, когда я могу оглянуться назад, посмотреть, сколько акварелей я перепробовала, сколько тюбиков лежало на столе, вы видели. Я просто обожаю еще акварель, поэтому я так восторженно сейчас вам рассказываю. Ну и про скетч немножко скажу, который я рисовала под свои восторженные возгласы. Это просто цветок, мне не захотелось рисовать никакой портрет. Несмотря на то, что я использовала достаточно много цветов, то есть цветов 6-7 я точно использовала в этом рисунке, он выглядит очень гармонично, потому что многие цвета получались смешиваниями. Все смеси достаточно насыщенные, они не грязные, и мне кажется, для меня вот этот рисунок по цветовой палитре выглядит очень красиво, очень гармонично, насыщенно, вот прям как надо. И я очень рада, что теперь я могу вот создавать такие приятные для себя, именно такие, как мне видится, работы. И в конце я дополнила скетч белой ручкой. Мне почему-то очень нравится в последнее время видеть скетчи цветов с оформлением белой ручкой. Я так сделала в одном из предыдущих видео, вы в комментариях это очень отметили, и мне тоже эта техника очень понравилась. Так что скетч я в конце завершила белой ручкой, и оторваться, если честно, не могла, ставила эти белые точечки, штрихи, и никак не могла себя оттащить. Очень медитативное, классное занятие. Я очень рада, что теперь у меня есть акварельная палитра, которая, во-первых, упрощает мне работу, потому что мне не нужно теперь каждый раз лазить за всеми своими цветами в тюбиках, выдавливать их перед работой, выбирать и так далее. И, во-вторых, я очень рада, что у меня есть палитра, которой я на 100% довольна, где каждый цвет на своем месте, и которая будет приносить мне максимальное удовольствие от работы. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, оно вас не утомило. Я вас не утомила своими какими-то эмоциями, просто о такой палитре я очень давно мечтала, но меня останавливала дорогая цена за подобные коробочки. Но, наконец-то, я решилась, и я очень счастлива. Надеюсь, что мой позитив передался вам через это видео. Пишите в комментариях, как вы больше любите покупать краски, поштучно или в наборах. Может быть, для вас заводские наборы просто идеальны, и это я чего-то не понимаю. Или вы тоже, как и я, стремитесь собрать свою палитру из поштучных оттенков. Пишите в комментариях, я буду очень рада обсудить с вами эту тему, она для меня прям такая душевная и приятная. Не забудьте поставить лайк, чтобы я знала, что видео на тему акварели вам нравится. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые, и до скорых встреч!